Здравствуйте! В четверо больше. В общем, не знаю, может быть, кто-то из вас, уважаемый телезритель, обвинит меня в недостатке и уверенности в собственных силах. Но я от души уверен и знаю твердо, такие матчи работать нельзя. Поэтому партнера по репортажу представлять не буду, он это сделает сам. Добрый вечер. Действительно матч золотой. Я напомню, что сейчас в турнирной таблице Манчестер опережает Арсенал на три очка. И хотя по потерянным эти команды равны, на финише особенно актуально считать очки набранные. Потому что отложен у Арсенала матч серьезный с Саут Гемптоном, если я, конечно, не ошибаюсь. Потому что мы знаем, что превратности финишного отрезка таковы, что даже имея возможность, казалось бы, в любой момент достать ушедшего вперед конкурента рукой в отложенном матче, это можно случайно забыть сделать. Ну и вот составы команд. Они нас с вами не удивят. Наблюдайте за ними. Мы, как водится, вернемся к ним подробнее, наверное, чуть позже. Главное пока, что у Арсенала вот за некоторыми именами скрыта скорее видимость того, что мы привыкли по ним подразумевать. Да, Кул травмирован, Веера травмирован, Кеун нездоров, Пероват Перес на фоне простуды, Фрэнди Юлберг с днем рождения, но тем не менее тоже имеет свои проблемы. Но все вышли сегодня. Вот так играет Стюарт Тейл. Один из немногих здоровых. Да, по позициям все это ясно. Ни коим образом не пытаясь Арсенал каким-то образом, что ли, обелить заранее в этом аспекте. Подводка игроков в надлежащей форме к центральным матчам это дело и прелегатива тренера. Не то ли самое, я уж не знаю, как это назвать, торнадо, ураган, да, что смел буквально с лица любимого Сент-Джеймс Парка очень уважаемый в футбольном мире Нью-Касс. И поставил под серьезные сомнения притязание полосатых на место в Лиге Чемпионов на следующий год. Совершенно верно. Ну и, конечно, с точки зрения уже не информационной картины, да, потому что и с Нью-Касселем было то же самое. А просто отмечаем с точки зрения соотношения сил сегодняшнего матча, что снова на скамейке Дэвид Бекха. Ставят только одно. Алекс Фергюсон и Арсен Вингер. Тренеры-антиподы. Люди-антиподы. И Патрик Гейра четвертый, Мартин Киоун пятый, Роберт Перес седьмой, Фредерик Юнберг восьмой. Десятый Берг Камп. Тидар Роберто Карлос. На самом деле неправильно считать их грубыми. Просто... Просто столько им дано природой, да, что они как вот богатыри в детстве, да, силы свои не знают. Пожимают тебе руку. Совершенно верно. А ты от боли кричишь. И вот такой момент. Ты мог забивать полоскорость. А продолжает полоскорость. Надуманное это противопоставление. Вот почему-то у меня есть ощущение, что сегодня она надуманного не будет. Откатывает мяч Кин с Коузу. Кин. Ну, Фердинанд. А, это Бат, простите, не тот человек, который бил бы с разворота. Прострел вдоль ворот. И защита здесь разбирается. Джон Уши, да. Ну, в общем, вполне приличный сблиглинг для защитника. И вот момент. И вот момент. Рут Ван Нистелрой. Экин Невилы оба. Один и второй. Вернее, второй и третий. А под акномеров есть Аппалисайз Квинтон Форчун и Дэвид Баффи. Причастный мне тренер какой-серьезной команды в Европе вот так запросто отказался, потому что Лукой собрал. Или того иерландца с двумя двойками. Сейчас Леон Фори играет. В том-то и дело. Поэтому, наверное, все-таки они как-то... Ой-ой-ой, Рут Ван Нистелрой. Один на один уходит и... И один ноль. Знаешь, Вась, если Манчестер станет чемпионом в этом году, я буду биться об заклад со всеми желающими. Хотя тогда уже деньги не будут иметь никакого веса. Чемпионом команды сделает вот этот человек. Не сэр Алекс Фергюс, а не Дэвид Баффи. Не манчестерский дух. Ты понимаешь, что он делал, да? С обороной соперника. Где хочет, скидь хочет и что хочет. Потрясающе. Браво, Рут Ван Нистелрой. Один ноль, Мью. Я проиллюстрирую примером, который, может быть, покажется отступлением далеко в сторону, но в эту субботу я смотрел футбол в компании, которая прописала смотреть матч ЦСКА Динамо. Это была компания моих друзей. Все-таки, конечно, тема для разговора, но как ни крути, это часть футбола. Вернемся, может, к этому чуть позже. На то судья, чтобы такие вещи определять. А футболисты должны уметь это делать. И избегать таких вещей против себя направленных тоже должны. Его умом похвалил за удачную игру против ЕРА. Я искренне в это верю. Единственная команда, которая по всем позициям могла бы задать перцу Мадридскому Реалу в Лиге Чемпионов, но по объективным показателям она уже там не играла. Потому что ее игра первым номером читается, и пока Манчестер ее читает. Вот и все. Хотя время, пожалуй, самое опасное, так и Арсеналу с ударом по воротам удается действующих поскитлиц, которые в первом тайме вызвали нарекания малообъяснимым либерализмом. В конце концов, даже пролилась кровь. Но, правда, текла она недолго. Вот ведь тоже человеческая судьбина, да? И то, что хамоват он не знаем, и то, что характерный сахарный знаем. И то, что ни при Коуле, ни при Йорке, ни еще раньше он не играл стопроцентно в основе, это тоже факт. Правда, не дождался его часа, да? Ты имеешь в виду, что Асовский... Сейчас Фарлан уже подпирает. Ну, и следующий год почти уверен, что играть будет в Ругвайц. В большей степени опасно! Эшли-кол! Удар! Гол! Один-один! Хотя, как мяч попал в ворота, нам сейчас предстоит разобраться на повторе. Кого он там задел и какими силами. Камеру толкают, камеру шпыняют. Камере сейчас трудно. Вот она, куча мала. Не раздавите автора гола, бойцы. Думаю, сейчас ему скажут, а вы знаете что, ребята? Стоять над ними товарищ в зеленом. Эшли-кол! Слушай, а мячу задел Анри. Мяч задел, Анри, сейчас это будет видно. А Анри-то был в офсайзе. Нет! Не задел, не задел, да. Задел защитника. Ну что, желания исполняются так, чтобы выходит. Хотелось, чтобы после первого тайма была ничья, а потом все по новой. Чтобы от печки плясали и те и другие. Чейный, да? И у нас есть для этого все возможности. Вот, отследим, с кем командам играть в следующих турах. Что касается Арсенала, Арсенал играет в матч с лицем на хайли. Вот так самый пропущий. Ох, смотри, что держится у ворота, а? Подмен на Бортезе. Анри! Ходишь в трофную. Нет, там здорово играет. Кстати, это Ким. Никак не дадут. Никак не дадут. Что перес делаешь? Что сейчас происходит на поле? Какое сумасшествие. Какой каток раз за разом, а на ворота идет. Бортезе. Просто как с цупи сорвался Арсенал. Вот опасный момент. Один на один. Гол! Сьерианри 2-1! Сьерианри 2-1! Да, по последним пяти минутам Арсенал этого заслуживал. Нет справедливости в жизни, нет ее в спорте. Заслуживал, конечно, слово, как сказали бы в одном фильме, Поповское. Но это все-таки вытекало очень явно из того, что происходило на поле. Погоди, погоди, погоди. Посмотри на Бакалова. Нет, 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 нет. Он не дает отмашку. Он показывает, продолжайте игру. А вне игры был. Я о том и говорю. Ну, был ли пенальти? А били-били. Да, значит, был. Да, да, нет, да. Как ни крути. Ну, что ж. Посмотрим, чем ответит теперь справедливость и Манчестер Юнайтед вместе взятый. Немедленно при том. Немедленно ответ. Браво. Браво. Да, это очень интересно смотреть. Вот вам Англия. Вот она безумная игра. Вот она леди, да. Которую мы ждали сегодня целый день. И они еще говорят, что на этом не кончилось. Нет. Ну, а я вас, Веря Альберча, поздравляю. Манчестер действительно отыгрался. И немедленно. Ну, подача хороша. Ребята запраздновались. Да, они не включились. Не были готовы сию секунду получить ответ. Виноват персонально Лорен, я считаю. Потому что в такой ситуации штрафуя нужно конечно смотреть за своими игроками. Ну, ведь свой игрок, поскольку он играет, отправился слева. Я думаю, что он за такой диапазон действий. Нет, сейчас он оттуда именно и пришел. Я специально посмотрю на повтор. Ладно, никто не виноват. Всем спасибо. Продолжаем дальше. 2-2. Это уже после свистка точно не считается. До свисток, да? Да. Кому опять-таки от этого будет хорошо? Или Рональден. Или Рональден, например. Совершенно верно. Вот. Вот. Вот они травмы. Если проиграет сегодня Арсенал, Венгеру будет чем крыть. У него полкоманды травмированных игроков. Перес не держит 90 минут. На сегодняшний день простуды, мини-травма. Ты бы заменил Переса, потому что он показывал. Последним из всех. Анри бы заменил Переса оставил. О, ребята. Где-то там недорог сидит. Что-то говорил очень долго. Не попал ногой по мячу как надо. Анри. Но мяч находился на траве, поэтому исключительно его проблемы. Ох, пас какой! И какой Кэмбелл, а! Нарушение правил. Вот это вот, да, походочка. И все сразу меняется. Значит, все три замены использовал. Пару минут назад вышел Ман Квакану. Положение сейчас у Арсенала, говоря по-нашему, хуже губернаторского. Ну и будем смотреть, что тут произошло. Ну, господи, хороший. Ники Бат должен три сезона пропускать после сегодняшнего матча. Уже гарантированно просто дисквалификация. Да, действительно. Речь не идет о том, как рассматривать прием Кэмбелла в принципе. Речь о том, что допускал Халси в этом матче. Совершенно верно. Не допускал. Главное, даже не в этом. И чем это все кончается, во что это все выливается. Главное даже не в том, что он допускал, а чего нет. Главное то, что он видел, за что не наказывал. И за что он наказывает со слов своего ассистента. Беда какая-то. И они лезут все и другие. Ни секунды не стоят. Ни Стюар Тейлор, ни Фабиен Бортес. Все моментально вводят мяч вперед. Что там такое? Ну и все. Вот, оказывается, для чего. Да. Чтобы спокойно дать финальный свисток. Ну что ж. Мы, кстати, не увидели треневскую руку пожатия после игры. Арсенал-Манчестер-Юнайтед. 2-2. Великолепный матч. Куткин и Юрий Розенов были с вами. А вы побудьте еще минуточку-другую. И посмотрите, что творили команды во второй половине встречи. Всего хорошего. Играйте в футбол.